Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Как повысить уровень доверия к правоохранительным органам? В каких случаях сотрудники полиции сами нуждаются в защите? Об этом мы будем говорить сегодня и в нашей студии. Руководитель комиссии по правовым вопросам, правозащитной деятельности и взаимодействию с Институтом Уполномоченного по правам человека Общественного Совета Главного Управления МВД по Самарской области Алексей Бородин. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Алексей Викторович. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вообще Общественные Советы, в том числе при МВД по Самарской области, они для чего созданы? Какие у вас первые, первоочередные задачи и функции? В общем, государственных структур очень много. Главное управление внутренних дел входит в систему МВД и при МВД был создан Общественный Совет Центральный и при каждом территориальном органе были созданы территориальные общественные советы. Они руководствуют своей деятельностью указом президента и соответствующим приказом министра. У нас существует положение и регламент нашей работы. Это было сделано на волне перестройки всей системы тогда милиции, сейчас это полиция, чтобы добавить общественного контроля за деятельностью полиции, с одной стороны. С другой стороны, позволить полиции общаться с общественностью вот на этой площадке, которая называется Общественный Совет, что допустимо и в соответствии с указом и внутренними положениями. Это способ взаимодействия. Понятно. Не так давно Главное управление возглавил новый руководитель Сергей Солодовников. Скажите, и он уже успел провести первую конференцию с Общественным Советом, встречу. Вы были на этой встрече? Да, было пленарное заседание Общественного Совета, где все мы познакомились, во-первых, с ним, а во-вторых, зарядились его энергетикой, его предложениями о том, как построить работу вместе с ним по улучшению деятельности полиции на территории Самарской области. Скажите, а что нового, какие инициативы новые появились с его приходом и вот таким обновлением и зарядом энергии, который в Совет тоже вошел? Да, есть несколько таких положительных инициатив, которые Сергей Александрович сейчас предложил нам развивать, и мы о них уже говорим, и самое главное, их уже видят на территории и Самары, и Самарской области. Конечно, первое – это добровольная народная дружина. Закон Российской Федерации был принят и вступил в силу в июле 2014 года. Корреспондирующий ему закон Самарской области также был откорректирован в соответствии с федеральным законом, но не хватало вот такого элемента, чтобы эти законодательные акты ожили. Вот в данном случае Сергей Александрович внедряет практику, когда реально происходит наполнение деятельности народных дружин. Это довольно быстро было сделано, очень в короткие сроки, и все это на законном, законодательном уровне, все это подтверждено. Да, как я уже сказал, что законодательная база была уже заранее проработана, и необходимо было внедрять ее в жизнь. В данном случае необходимо было найти реально сотрудников, дружинников, которые начнут участвовать. То есть откуда их взять, они же с неба не возьмутся. Да, это жители, которые живут в Самарской области, в городе Самаре, и в какой-то момент они должны были для себя решить, что им необходимо войти в состав народной дружины. Им необходимо стать дружинником и выполнять определенную социальную миссию, о которой в законе говорится. И, собственно, их призывали всегда и все о том, что надо что-то отдать и своему обществу, сделать наше окружение чуть лучше, в том числе и своими руками. Вот вы как юрист, как адвокат, скажите, пожалуйста, что еще требуется решить, какие вопросы для дружинников в правовом поле, чтобы они были все застрахованы, мотивированы, и их труд был оплачен. Вот что-то еще остаются, какие-то нерешенные вопросы? Мы разделим постановку вопроса, то есть оплата, это вот одна часть финансовая, и есть организационные вопросы, потому что организационная часть работы дружины тоже достаточно важная вещь. Поэтому в отношении финансирования бюджет Самарской области, бюджет города Самары выделяли определенные денежные средства и ранее, и, я думаю, будут выделять и сейчас. Однако они недостаточно велики, чтобы покрыть все потребности, да и потом, сколько бы денег выделяли, их, как говорится, всегда будет не хватать. Вопрос в том, что не всегда дело должно упираться в деньги. Не всегда. Вот поверьте, ситуация с народными дружинами, она сдвинулась с места не потому, что появились там какие-то денежища. Оплата, норма оплаты за час, да? Нет, 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 совершенно нет. Вот получилось, что вот этот призыв Сергея Александровича был услышан, поскольку были заключены соглашения с охранными фирмами, очень большое количество соглашений, и вот большая часть сотрудников ДНД – это представители охранных агентств. Далее были проведены встречи в учебных заведениях со студентами, и пошли ребята-студенты в это направление. Были проведены встречи с руководителями крупнейших трудовых коллективов, были встречи непосредственно на предприятиях и в организациях, для того, чтобы им разъяснили, сам непосредственно Сергей Александрович во всех этих встречах последний месяц участвовал и разъяснял необходимость, важность и нужность участия в народных дружинах. Поэтому первые люди пошли без денег. В дальнейшем, конечно, стоит вопрос о том, чтобы найти материальное стимулирование для участников. Есть определенные нормативы, и вот я знаю, что в этой студии был руководитель Народной дружины города Самара, он, наверное, приводил пример о том, что какие там расценки у них. По-моему, 120 рублей в час. Да, 120 рублей. Ну, для кого-то это тоже нормально, потому что несколько часов дежурства в день позволяет уже там какую-то сумму получить. Но вот мы ранее ставили вопросы на общественном совете в 2014 году дважды о том, чтобы выработать вот меры и морального стимулирования, не связанного с непосредственной оплатой. А именно, в законе написано о том, что человеку, который участвует в народной дружине, предоставляется отпуск. Но этот вопрос еще необходимо будет согласовывать с руководителями трудовых коллективов, чтобы оплачиваем этот отпуск или нет. Потому что это, в принципе, переносится на предприятие. Но это надо решать, и в ходе диалога это все будет постепенно определяться. Главное, что сейчас у людей есть желание, и они выходят на работу. И тем самым мы можем приводить такие цифры. По городу Самаре на 6 марта этого года пеших патрулей насчитывалось 16, вот на 10 апреля их 200. Ну и, наверное, мы все с вами видим о том, что действительно мы их видим. Да, мы их видим, да. Еще, кроме вот дружины, появились еще две организации, проявились, проявили свою активную деятельность. Это Народный контроль и, по-моему, Ночной патруль, да? Да. Вот какие-то правовые вопросы в их деятельности возникают тоже, потому что они все-таки, чтобы проверять, контролировать, останавливать там пьяных водителей, тоже какая-то должна быть юридическая ответственность. Или на общественников это не распространяется, потому что они вот вкупе с полицейскими работают? И Народный контроль, и патруль, это надо воспринимать комплексно вместе с деятельностью работников полиции. По отдельности от них это неправильное восприятие, да. Это помощники, это так же, как дружинники, только вот другое направление, связанное там с проверкой торговых учреждений. Или Ночной патруль, это когда проверяются лица, которые управляют автомобилем в недрезвом состоянии. Или выявляются такие лица и сообщаются об этом сотрудникам полиции. Вот увидеть и сообщить здесь это информационно. И здесь не требуется никакого там силового воздействия. Здесь, во-первых, желание должно быть, социальная активность и ответственность человека. И со стороны полиции это возможность принять этот звонок. Вот внедрение в жизнь вот этой программы Ночного патруля как раз позволяет объединить желания наших молодых ребят и взрослых, и старшего поколения проявить себя как-то, да. Если он видит, что действительно человек пьян, он управляет, он может совершить наезд, да, или сам разбиться. Надо кому-то сообщить. То есть полиция сейчас в рамках этой программы, она принимает эти звонки, обрабатывает и реагирует. Да, вот, к сожалению, сегодня трагический случай произошел. Утром стало известно, что 16-летний подросток угнал машину, приору, сел за руль и вот разбился насмерть, как раз выехал на сегодня вот. И вот действительно, если бы вот был сигнал о том, что вот он или в нетрезвом состоянии, что-то еще, то вот может быть... Может быть и остановили бы, вот, и предусмотрели бы вот это вот. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Хочу напомнить, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Мы будем говорить о том, нуждаются ли сами полицейские в защите, и какие требования и замечания к работе полицейских озвучивают горожане. Поэтому вы можете тоже об этих случаях сообщать, и сигналы ваши будут приняты и рассмотрены в дальнейшем нашим гостям. Наталья заинтересовалась темой ДНД и спрашивает, как записаться в дружину народную, что для этого нужно? Ну, что для этого нужно? Конечно, необходимо, во-первых, желание, да, и вы можете найти телефоны и на сайтах. У нас, кстати, для оповещения граждан работают во всех социальных сетях ребята, блогеры, в том числе члены общественного совета, которые циноправно ведутся. А закон не препятствует, извините, женщинам записываться в народную дружину? Вы знаете как, есть определенный приоритет, я бы сказал еще. Вот в настоящее время для того, чтобы активизировать эту работу, конечно, в большей степени сейчас требуется мужчина. Для женщин есть замечательное направление, когда вот тот же сообщение о пьяных и всех, кто сел за руль, женская бдительность здесь, наверное, наиболее будет уместна и подойдет. Можно с этого начать, потом перейти в дружинник. Если немножко мы вот с вами проговорим о том, в чем заключается вот как бы задача дружинника, может быть, там минуту этому посвятим, да, и у телезрительницы там как-то изменится представление. То есть, с чего начинается работа народного дружинника? Они в 16 часов собираются в районных отделах, где происходит так называемый развод, то есть им дается определенное направление работы, они распределяются по патрулям пешим, даются установки о том, кто находится в розыске, какие сложные адреса есть на маршрутах. Обязательно вся вот эта процедура происходит с участием руководства районного отдела и с участием представителя главка. Далее начинается самое сложное, то есть дружинники и работники полиции выходят на маршрут. У работника полиции есть маршрутная карта, в которой указан направление движения, все точки, по которым они должны проходить. И до 11 вечера дружинник и сотрудник полиции находятся в постоянном движении. И достаточно нелегко. Да, и потом можно оказаться в конце рабочего дня дружинника вообще в каком-то отдаленном районе города, да? Нет, нет, нет. Знаете, вот я не оговорился, когда сказал, что есть карта, маршрута, которая четко определена. То есть вот Ленинский район, Самарский район. Ну, в любом случае, вот после 11 добраться до дома, женщине будет, конечно, проблематично. Потом надо добираться, да, потому что вот в каком патруле человек будет участвовать, потом он должен, естественно, попасть домой. И вот для мужчины это не представляет большого труда, для женщины я бы все-таки предложил рассмотреть другие вот варианты. Какие-то риски все равно существуют? Значит, риски, безусловно, есть, но риски есть всегда, если человек не дружит с головой, извиняюсь, там, за грубость, да? Все-таки, когда сотрудник ДНД идет в патруле, он знает о том, что его задача есть выявить что-то, да, или к нему кто-то обратится, он должен принять это заявление. Но есть еще дежурные экипажи, которые по рации, они мобильны, они могут в любой момент очень быстро подъехать и обезвредить уже, если уж будет явно хулиган, и кто-то будет оказывать сопротивление. И этой деятельностью будут заниматься сотрудники полиции. То есть, вот, какое-то силовое воздействие, это их пророгатива, надо четко понимать. А вообще, вот, чем вопросы безопасности дружинников, общественников, и, значит, Нового патруля, и Народного контроля, они чем подкреплены? Потому что, вот, могут и отомстить за такую информацию, да, вот, о пьяном водителе, или о том, что там продают прошлогодние товары, или еще что-то такое. Вот, как все это? Нет, ну, что значит, могут отомстить? Если так говорить, тогда вообще не выходи на улицу и не делай замечания соседу, который может обидеться на всю жизнь. Ну, у нас же это не принято, вот, не все же пойдут сообщать на соседа, что он там, у него самогонный аппарат, и он торгует, вот, весь дом к нему ходит покупать. Вы знаете, как, не пойдут и говорить о соседе, который сел за руль пьяным, хотя, может быть, вот, в некоторых ситуациях и следует это сделать. И мне кажется, что мы ранее осуждали действия, там, граждан, о которых мы слышали, как они за границей там могли там рассказать о своих соседях. Но, когда беда придет в дом и из-за того, что не остановил пьяного человека, и он сел за руль и что-то совершил, потом, наверное, будешь мучиться совестью, что это не сделал. И уйдут в сторону уже вот эти твои размышления о том, что можно, нельзя. Все-таки существует деятельность законная, деятельность, которая реально может правильной быть и есть неправильной. Да, вот, и здесь каждый человек должен для себя четко определяться. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы ведете приемы, как горожане могут к вам со своей проблемой обратиться? Есть у вас такие полномочия принимать граждан, им рекомендовать, консультировать? Да, вы знаете, одним из направлений деятельности общественного совета является прием граждан. Чтобы организовать эту работу, у нас в культурном центре УВД на Степане Разина существуют приемные. Определены часы работы, каждый четверг, 16 до 18 часов. Приходят люди? Конечно, приходят, да. А какие вопросы? Вот чем, понятно, вопросов много у людей, а вот у вас какие есть полномочия для того, чтобы решить проблему? Вот что вы можете сделать реально? Да, вернемся к началу. Мы общественники. Да, потому что вы общественники. Наша задача выявить проблему и поставить ее перед руководством Главного управления внутренних дел, либо перед соответствующим территориальным подразделением. Поскольку с жалобой к нам обращаются, в том числе на действия работников полиции. Ну, один из примеров жалоб, это когда гражданин подал заявление о чем-то, да, на соседей, там, на шум, там, на кражу каких-то вещей и не получает долго ответа на свое обращение. Ну, это как одна из типичных таких. В данном случае мы принимаем это, можем сразу связаться в Главном управлении внутренних дел с теми, кто занимается рассмотрением, приемом таких заявлений, да, и выяснить, где этот находится материал. Ведь сроки же установлены законом, в течение времени, в течение которого должны они получить официальный ответ? Конечно, да. Эти сроки установлены, эти сроки установлены различными законодательными актами. Если это касается какого-то преступления, то там сроки такие сжатые, да, они там и три дня, и десять дней, там, и тридцать дней бывают. Если это не связано с углопуциальной деятельностью, а жалоба на какие-то действия, то там тридцатьдневный срок по закону о рассмотрении обращений граждан. Эти сроки, конечно, должны выдерживаться. В каких-то ситуациях они определенно не выдерживаются, либо до гражданина не доходит то письмо, которое ему направили с ответом, и тогда он обращается к нам. Очень часто в тех обращениях существует недовольство ответом. То есть пришел ответ, но почему не возбудили уголовное дело? А я считал, что вот его обязательно должны возбудить. Но существует уголовно-процессуальный кодекс, который предписывает собрать определенный перечень документов, без которых нельзя возбудить уголовное дело. Тот же закон предписывает это сделать в течение 10 дней, что в принципе невозможно сделать, ну просто даже получить запрос, сделать запрос, получить ответ, но требуется какое-то время. И тогда сотрудник полиции пишет, выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть вроде бы есть основания, но пишет отказ. Гражданин жалуется, либо сотруднику полиции, либо в прокуратуру, это отменяется. И вот эта вот круговерть, она гражданину не интересна, потому что он-то ждет результата. А, извините, прокуратура смотрит за полицией, отменяет что-то, но полиция обязана собрать материал, как того следует. Я не собираюсь защищать всех дознавателей и следователей, кто-то, может быть, действительно нарушает, но очень в большем количестве случаев вот эта вот карусель возникает из-за того, что вот этот 10-дневный срок на отписывание материала заставляет писать отказной, потом его отменять. И вы все это можете разъяснить? Мы это, во-первых, разъясняем. Во-вторых, принимаем это заявление, отправляем непосредственно в Главное управление внутренних дел, ну и оставляем за собой общественный контроль за тем, как это заявление рассматривается. Следующий вопрос. Я видел, как сносили киоски, это, конечно, хорошо. И вот есть еще киоск, где продают пиво на улице, аэродромный 58, потому что рядом стоит кадетский корпус, садик и школа. Вот на такие замечания вы можете реагировать? Или это не ваше? Вы знаете как, мы, безусловно, раз поступила такая информация, мы ее принимаем, и мы вот эту информацию направим в Главное управление, для того, чтобы они, соответствующие службы, проверили законность, обоснованность установки этого павильона и приняли меры реагировать. То есть считайте, что заявление это принято общественниками, но оно, безусловно, будет проверяться. Да, понятно. Вы сказали, что вы в рамках работы Совета взаимодействуете с двумя сторонами, с горожанами, и в том числе с сотрудниками полиции. Ну, с горожанами понятно, да, вот вы типичный пример обращения привели. А чем вы можете помочь, собственно говоря, самим сотрудникам полиции? Вот это для меня загадка. И обращаются ли они к вам с какими-то проблемами? Помочь, чем-то можем помочь, чем-то, да. Иногда доброе слово, оно является главным помощником. Сотрудники полиции также нуждаются в разъяснении каких-то юридических ситуаций. Я говорю с своей точки зрения, да, я юрист. И мы помогаем им по вопросам, связанным с получением компенсации при увольнении, если это непосредственно связано с деятельностью работников полиции. Но они обращаются к нам и с вопросами, не связанными непосредственно с их деятельностью. Допустим, обеспечение жилым помещением, условия предоставления жилья, там, постановки на очередь, либо снятие с этой очереди. Вот. Кроме того, вдовы сотрудников полиции обращаются к нам и, безусловно, находят помощь и поддержку, хотя бы на уровне консультаций, то есть как поступить в сложной ситуации. Вот сейчас у нас есть предложение, и мы совместно с информационным ресурсом газеты «Право» мы готовы и оказываем юридическую помощь ветеранам. То есть вопросы, которые у них есть, они адресуют в адрес газеты, в редакцию, они передают нам. Ну, ветеранам правоохранительных органов, да? Ветеранам правоохранительных органов. Ну, те, кто, знаете, как является, в том числе, подписчиком газеты «Право» и получают эту информацию. Да. Вот еще Наталья прислала нам один адрес, около школы 150, Енисейская, напротив матрешки «Плаза», разливайка стоит, и там продают спиртные напитки и пиво разливают. Мы возьмем эти адреса. Понятно, что сейчас, когда вы видите и на телеканалах, и в интернете, как сносятся эти незаконно установленные ларьки, понятно, появляется желание и дальше посмотреть. Ну, это нормально. То есть инициатива граждан, она должна развиваться. Я напомню вам, что в социальных сетях у нас есть и поддерживаются ресурсы, куда вы можете на общественный совет написать вот эту информацию, эту, либо еще какую-то, либо обменяться мнениями по любым другим вопросам, связанным с деятельностью полиции. У нас наш член общественного совета Андрей Васильев, он ведет во всех сетях вот эти ресурсы для того, чтобы можно было аккумулировать обращения граждан. Если они не связаны с проверками, отвечать на них, если проверки передавать, естественно. Как долго вы лично работаете уже в общественном совете? Ну, это второй призыв, фактически три года. Да, но вы профессиональный адвокат. То есть вот в этих вопросах можно на вас рассчитывать и полицейским, и граждан, что вы в юридических, да, сможете проконсультировать. Скажите, вот за это время у вас изменилось как-то мнение о работе полицейских? И есть ли у вас возможность не со стороны общественника наблюдать за тем, как работают полицейские, а как-то вот изнутри? Потому что если вы все-таки вот так плотно с этим органом сотрудничаете, нужно знать ситуацию, наверное, не только вот. Да, вы знаете, вот чтобы понять, как работает служба полиции, надо как-то поближе, да, побывать в их шкуре. Да, 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 потому что... У нас постоянно проходят такие акции общественного контроля, в ходе которых мы совместно с определенными подразделениями органов полиции выявляем, выясняем, как они свою работу ведут, как общаются с гражданами. И я приведу сейчас вам несколько примеров. В 2014 году у нас была такая акция общественного контроля деятельности участковых инспекторов. То есть все члены общественного совета распределились по... Экипажам ДПС? Нет, нет, это следующее было. Это участковые инспекторы, да, когда мы пришли к участковому инспектору в пункт приема и вместе с ним добросовестно сидели на приеме граждан. То есть посмотрели, как он ведет прием, как общается с гражданами вежливо, как вообще, какова обстановка вот этих пунктов, можно ли лицам с какими-то ограниченными возможностями попасть в эти пункты. То есть вот с этой точки зрения мы посмотрели, потом, проанализировав, собрали это все в единый отчет и предоставили его в Главное управление внутренних дел. Там, безусловно, были определенные рекомендации, в том числе связанные с тем, что пункты не все благоустроены так, чтобы гражданину было удобно зайти туда. Уж если говорить про колясочков, то, в принципе, вообще большая проблема. Это то, о чем мы в этом году будем, безусловно, говорить и будем обращаться, в том числе и в городскую администрацию, если касается города Самары. Что касается сельских населенных пунктов, я вам скажу, что там дело с вот этими пунктами приема обстоит значительно лучше. Все-таки вот местная сельская власть, она выделяет нормальные помещения, ну, собственно, где они сидят, глава сельского поселения там, рядом, и участковый ведет прием. Из-за компактности, да, вот это все. Да, главное управление обеспечило мебелью, оборудованием, и сельские инспектора в лучших условиях находятся. Вот в городе это тем, о которой надо озаботиться. Ну, не только вот с участковыми мы работали и с экипажами ДПС, когда, начиная прям с раннего утра, когда они там собираются там в половине шестого на развод, послушали вместе с ними те установки, которые даются руководством им на работу. Вот изменилось у вас все-таки мнение вот о работе ДПС, на которой так много нареканий всегда, да? Да, мы вот вместе несколько часов, мы с ребятами дежурили на оживленнейшем перекрестке Аврора-Московское шоссе. То есть, и вот они, ну, это было дело зимой, феврале, холодно, да? Да, и вот вы, когда думаете о том, что далеко это не мед, эта работа, да, и вот стоять, выявлять нарушителей, с одной стороны, да, а с другой стороны, выслушивать от них массу нареканий, не всегда обоснованных. Вот там же, в ходе этого дежурства, мы занимались тем, что смотрели, насколько правильно эксплуатируются автобусы. Это было раннее утро, едут автобусы, маршрутки. Одна из норм административного кодекса предписывает о том, чтобы водитель не нарушал и не перегружал автобусы. Ну, это... А они идут перегруженные. Да, это часто бывает. Так, что получается? Вот если безразлично относиться к этому, то есть пропускать все машины, что получится? В какой-то момент, не дай бог, да, совершается там какой-то ДТП, люди, которые стоят в проходе, да, они... Могут получить травму. Сотрудники полиции реагируют. Но что из этого получается? Останавливается автобус, водители... Нервничают, пассажиры нервничают. Пока в отношении водителя составляется протокол, а это пройдет 3-5 минут, да. Естественно, что... Я заходил в автобус и с пассажирами разговаривал. Послушайте, я говорю, вы стоите в проходах, вы сами себе создаете проблему. Но у них цель доехать, добраться. Цель доехать. Поэтому вот одну из рекомендаций, которые мы выдали после этой акции, в адрес городских служб, о том, чтобы они проводили работу и с транспортными компаниями в том числе. То есть не только сотрудник полиции на кольце, на дороге должен, остановив, внушать там им что-то. Нет, извините, надо и... Да, понятно. Вот это уже реально конкретная инициатива. Не успели с вами поговорить про как повысить уровень доверия к полиции. Эту задачу тоже Сергей Александрович поставил. Это очень актуально, да, потому что вот, к сожалению, этот уровень в последнее время упал. Ну, я думаю, что вы к нам еще раз придете и вот эту тему с вами затронуете. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о работе общественного совета. Спасибо. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»